На календаре последний день осени, а это значит основные виды сельскохозяйственных работ уже завершены. Аграрии подводят итоги работы и готовятся к празднованию Дня урожая, на котором будут чествовать передовиков производства. В нашем следующем репортаже мы хотим рассказать именно о таких людях. Будешь трудиться, будет у тебя и хлеб, и молоко водиться, говорит народная мудрость. Трудолюбие славянских аграриев позволяет добиваться успехов как в растеневодстве, так и животноводстве. Сегодня в районе поголовья крупного рогатого скота сохранили в двух крупных сельскохозяйственных предприятиях – Приазовское и Приволье – более 3,5 тысяч голов. В хозяйствах надоено около 8 тысяч тонн молока. За каждой цифрой скрывается труд простых тружеников, добросовестно и самоотверженно выполняющих свою работу изо дня в день, из года в год, зачастую без выходных и праздников, невзирая на трудности. Оператор машинного доения Ольга Рудзевич в хозяйстве Приволье работает уже 5 лет. В этом году ей удалось добиться хороших показателей. Воловой надой составил более 460 тонн. Надой на фуражную корову – 7400 килограммов. У нас утро начинается в 5 утра. Мы начинаем дойку, включаем. Конечно, посмотрели, каждая коровка кушает, почистили, взяли и начинаем доить ее. Все в течение дня у нас подстел идет. И голов у нас по-разному бывает, когда 60 стоит, когда там поменьше. В зависимости от растела. Это родильное отделение. Работа сложная, но тем не менее я люблю ходить на работу и стараюсь добиваться результатов. А вот стаж работы животновода Марии Поповой всего полтора года. Но и за это время ей удалось многого добиться в своей профессии. Она стала победителем районного конкурса. Лучший оператор по выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота. Мария выхаживает телят с рождения и до полугода. Сейчас под ее опекой находится 250 малышей. Рабочий день начинается с 4 часов утра. Каждого надо напоить, накормить, если заболел – вылечить. Обязательно следить, забота, подогревать молоко. Молоко должно быть 37 градусов. То есть выпойка идет в течение пяти дней сосочки. То есть утром, вечером выпойка. Дальше уже с ведер молоком поем. Родильское обязательно от мамочек. Ты к ним относишься по-доброму, за каждым ходишь. Грубо говоря, сопельки вытираешь. Также у нас есть доктор, с которым мы ходим, обсматриваем всех телят. Знаем, кто заболел. Обязательно лечим, уколы. У меня ясельная группа – это то же самое, что ты в садике за детьми ухаживаешь. Так что… Ну и потом, когда они вырастают уже большие, уже уходят в загон. И там себя чувствуют прекрасно, потому что ничего не боятся. Хорошо себя ведут. Потому что здесь относятся к ним хорошо и по-доброму. Обе героини нашего репортажа работают в агрофирме «Приволье», одном из наиболее динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий района. Здесь всегда добиваются высоких показателей, как в растеневодстве, так и в жерноводстве. Все это было бы невозможно без самоотверженного труда работающих хозяйств и людей. Именно они – главное богатство сельхозпредприятия «Приволье». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова